Привет, друзья! Сегодня будет очередной видео-эксперимент о волосах. В одном из нескольких предыдущих видео я проводила эксперимент с ламинированием волос в домашних условиях с помощью рецепта ламинирования из контакта. И как вы сами видели, никакого эффекта это не дало. И в этот раз я хотела проверить, как же работает ламинирование волос с помощью желатина. Вроде такой простой рецепт, а отзывы о нем очень много хороших. Поэтому я испробовала его на себе. И сейчас посмотрите, как я готовила эту масочку. И что нужно было сделать, чтобы добиться эффекта ламинирования. Итак, нам понадобится желатин. На короткие волосы мы смешиваем 1 столовую ложку желатина и 3 столовые ложки воды. На длинные и очень длинные мы смешиваем 3 столовые ложки желатина и 9 столовых ложек воды. То есть соотношение 1 к 3. Желатин заливаем водой минут на 10, пока он не набухнет. После тщательного перемешивания добавляем 2 столовые ложки шампуня. Все тщательно смешиваем до однородной консистенции кашей и наносим на волосы. Все, я помыла волосы. Мы с вами вместе приготовили вот такую кашицу. Она похожа реально на кашу. И мне кажется, будет очень сложно наносить. Но сейчас попробуем. Я немножко покажу, как я буду покрывать волосы этой смесью. А дальше я пойду в ванну. Полностью покрою волосы этим составом. Потом сделаю небольшой пучок, чтобы собрать волосы. И у меня нет шапочки для волос. Поэтому я буду использовать обычный пакетик. Я надену это все на голову, завяжу. Потом наверху платок или полотенце, или надену шапку. И так нужно будет проходить 20 минут. И потом я к вам вернусь и расскажу, что делать дальше. Наношу я смесь где-то вот ночная отсюда, чтобы не затрагивать корни. И хорошенько прорабатываю нижнюю часть волос. Это кончики. И волосы сразу становятся такими твердыми. Их очень тяжело прочесывать руками. Это все осыпается с рук. Поэтому теперь я вам показала, как я это все наношу. Я пойду в ванну, это все покрою этим делом и вернусь к вам. Вот я сделала все со своими волосами. Надела пакетик, надела полотенце. И теперь жду 20 минут. Мне еще сидят 15 минут. Хочу сказать сразу, этому маску нужно где-то в ванной. И подстелить на пол что-нибудь, потому что кусочки маски, они падают с волос. Немножко неудобная маска, но я надеюсь, это оправдает эффект от нее. И через 15 минут я вернусь к вам. И маску нужно смывать прохладной водой. После того, как волосы высохли естественным путем, никакого эффекта на своих волосах я не увидела. И очень разочаровалась. Но потом я вспомнила, что мои волосы показывают свой эффект от масок на следующий день. И вот сегодня, вот этот следующий день, сегодня четверг. И вот хочу поделиться с вами результатом маски. Первое, что я заметила, когда проснулась утром, то, что волосы ухоженные. Они направлены в правильную сторону. У меня стрижка лесенка, каскад. И с ним очень, вы знаете, тяжело правиться. Но он у меня очень красиво так сам сложился. Красивой лесенку, мне ничего не нужно было делать с этим. На улице заметила, что волосы стали блестеть еще больше. Они начали действительно как зеркальный эффект принимать. И мне это очень понравилось. И сегодня я решила еще выправить волосы для того, чтобы окончательно убедиться в том, что маска что-то все-таки дала моим волосам. И вот я сейчас вам покажу тот эффект, который эта масочка дала моим волосам. Особо супер феноменального эффекта не ждите. Но то, что я получила на свои волосы, меня очень устраивает. Ну, во-первых, волосы очень мягкие, очень хорошо и удобно выпрямлялись. И быстро их приятно трогать. Они на вид ухоженные, красивые, как будто бы после салона. И, не знаю, как вам, не виден результат. Вот этот вот перелив волос, как видите, очень красиво. И я специально включила свет, чтобы видно было эффект. И, если честно, мне результат хоть какой-то заметен. Но это, по крайней мере, намного лучше, чем то, что было до того, то есть в предыдущем видео. Поэтому, как вариант, эту маску, это ламинирование можно использовать. И оно очень простое и очень бюджетное. Поэтому вердикт от этого эксперимента, я скажу, на моих волосах процентов 70 сработало точно. И самое основное, самый большой плюс этого ламинирования, то, что оно держится от 2 до 3 месяцев, в зависимости от того, как вы пользуетесь плойкой, утюжком и как часто моете голову. Поэтому это еще один большой плюс. Я думаю, что я буду пользоваться этой маской. В дальнейшем, если мои волосы будут какие-то тусклые или некрасивые. И вам тоже советую, особенно девушкам, у кого короткие волосы. Это будет очень красиво смотреться. Вот такой эксперимент у нас сегодня получился. Спасибо, что были со мной. Пишите свои отзывы, ставьте пальцы вверх. И подписывайтесь, если вы еще не являетесь моим подписчиком. Всем спасибо. Пока.